Филипп 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 Кроме того, своим волхванием Симон обеспечивал себе безбедное существование, так как его всевозможные облечения приносили ему немалый доход. Однако с появлением в Самарии диакона Филиппа люди сразу же переключили свое внимание с волхва на посланника Христова. Чудеса Филиппа – это настоящие чудеса, совершаемые Богом, а не бесовской силой, и сила его проповеди была столь велика, что народ перестал внимать Симону и обратился через Филиппа к истинному Богу. Книга Деяний говорит, что когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Но при этом уверовал и сам Симон, и крестившись, не отходил от Филиппа. И, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Симон изумлялся по той простой причине, что видел настоящие чудеса, совершаемые без хитрости и обмана. Однако святые толкователи замечают, что, по-видимому, вера Симона не была искренней, а удивление носило земной характер. Крестившись, Симон продолжал искать свою корысть, так что впоследствии даже хотел приобрести благодатный дар священства за деньги. Симон не понимал, что тот дар, которым обладает Филипп, не является его личной заслугой, его личным даром, но особой благодатью Божьей, которая нисходит на верных служителей Господних. Блаженный Феофилак болгарски отмечает, что Симон не ради самой веры Христовой уверовал и принял крещение. Он это сделал, чтобы получить возможность творить чудеса подобно тому, как творил их святой Филипп. Читая сегодняшний апостольский отрывок, мы видим, насколько люди времен зарождения Церкви Христовой были склонны верить различным предсказаниям, насколько они хорошо поддавались постороннему внушению и были весьма легковерны. Все это, конечно же, было только на руку обманщикам, подобным Симону Волху, которые без зазрения совести наживались на чужой белье. Распространение в языческом мире Церкви сопровождалось многочисленными знамениями и чудесами. Но эти чудеса и знамения вовсе не были самоцелью. Они были одним из средств для достижения единой высшей цели – спасения всего человечества. Святитель Иоанн Златоуст утверждает, Святитель Василий Великий отмечает, что самое большое чудо – это познание человеком самого себя. А что такое познание самого себя? Это, прежде всего, видение своих собственных грехов и осознание своего падшего состояния. Именно поэтому, по словам преподобного Исаака Сирина, тот, кто увидел свой грех – более того, кто молитвой воскрешает мертвых. Помимо об этом, будем стремиться не к тому, чтобы увидеть то или иное чудо, но к тому, чтобы по возможности все более и более познавать себя, опознавая, очищать от всевозможной скверны путем искреннего раскаяния пред Богом и совершением Его святой воли.